Привет, коллеги! Вы знаете, как называется человек, который занимается голубями? Нет. Голубевод или голубятник? Голубевод, может быть. Голубятник. Да, но не важно. Главное, что сегодня наша программа называется «Не давай поженимся», а «Любовь и голуби». А повырковать с нашим женихом сегодня пришли трудолюбивая рыбачка Елена, заботливая цветочница Галина и эмоциональная плесунья Татьяна. Ну, давайте сначала с женихом познакомимся. Как голубь летит к своей голубке, так и мне хотелось бы возвращаться домой, к любимой. Надеюсь, сегодня я ее встречу здесь. Вот со мной мои друзья Андрей и Сергей. Очень приятно. Проходите, будем знакомиться. Максим, 48 лет. Возлюбленная пригласила его на рыбалку, затем напросилась в гости и осталась жить. А спустя 18 лет нашла себе новую любовь. Максим инженер-электронщик, занимается разведением спортивных голубей, гордится их победами в соревнованиях. Предупреждает, что никогда не расстанется со своими любимцами, мечтает о семейном счастье. Максима не привлекают курящие матершинницы, женится на гостеприимной хозяюшке, которая умеет поговорить по душам. Максим, голубчик, вы что, нам хотите цветы подарить? Да. Очень милигантный, такой обаятельный мужчина. Спасибо вам огромное. Ох, какие колючие, какие колючие. Красивые обрезы шипы будут не все. Да? Нет, не всем. Они сказали, Василисе обрежьте и Ларочке обрежьте, а русские оставьте. А тебе-то остались как раз мои. Вы там сказали, что не женитесь на курящем матершиннице, а Росс сидит мне и говорит, на тебе не женится никогда. Голубчик, вы мой. Это хорошо, что голуби – часть вашей души. И хорошо, что вы ими занимаетесь. И вот столько медалей и всяких наград. Но я надеюсь, они не в вашей спальне воркуют? Ну, конечно. Слава тебе господи. Они живут в глубинном питомнике. И сколько у вас этих птичек-то? Ну, сейчас около ста. Какой ужас. Они же гадят еще. Какой ужас, да. А знаешь, сколько ухода они требуют? Они очень... Это, считай, утром их встать нужно выпустить. Пока они летают, их нужно там вычистить все. Засыпать новое зерно, водичку. Все должно быть обязательно свеженьким. Глаз на глаз. Это забота, страшная забота. А почему решили вдруг голубей-то разводить, а не рыбок, например? Ну, как бы в детстве один раз там с отцом мы шли, и сидел голубь. Вот мы его поймали, его понесли домой. Отец подумал, что это, значит, голубка, да, как бы самочка, да. Ну, решили ей купить самца. Поехали на рынок, купили самца, оказалось, два самца. Вот, пришлось покупать им самочек. Вот так и пошло. Голуби вообще один раз в жизни выбирают себе пару, и до конца жизни. Голубцы, да? Да, да, да. А почему ваша-то голубка упорхнула из семейного гнездышка? Что, другого голубка нашла? Да, представляете. Она упорхнула у него, вот мне прям понравилось, я прям себе записала на заметочку. Пришла как бы порыбачить. Это интересная история, мы к ней сейчас как раз и подбираемся. Зашла попить и осталась навсегда. Потому что такая была голодная, что негде было переночевать. Понятно, дорогая. Не промах, короче, была барышня. Увидела вас, познакомилась. Ну, да. Поругалась с родителями. Вы ей предложили квартиру своего друга. Да. А она к вам блысь на грудь и говорит, Максимушка, не брось. С тобой хочу жить. Не хочу в этой проблеме в квартире сью. Нет, она говорит, у тебя, говорит, есть видик? Я говорю, есть. Она говорит, а давай, говорит, посмотрим, у тебя есть фильм? Говорит, Иван Васильевич меняет профессию. Я говорю, очень люблю. Девочки на вооружение все взяли? Да. Лариса, как всегда, все знает. Вот молодец. Как я люблю эту женщину. Такая умная. Такая красавица. А вы женат еще же были, да? Конечно, женат. Ну, просто как бы, ну, мы не жили, как бы, ну, еще не разведены были. И вот, когда уже ребеночек-то у вас там образовался, вот со второй, с этой голубкой, вы развелись с женой. Развелся, да. А мамка как не принимала ее, так и не принимала. Да, не принимала. Она оказалась женщиной нехорошей. Рассорила вас с мамкой. Мия просто ползла в семью. Почему же, почему же? Не, она хороший человек. Очень хороший. С пацанами не давала общаться с вашими. Потом вообще пацана обвинила в краже. Ну, это может быть так получилось. Она, может быть, и навал тогда, в общем-то, как бы. А почему вы стали не на сторону сына, а на сторону жены? Ну, потому что, как бы, я с ней жил, как бы, и ваше нету было. А это же ваш ребенок? Ну, у меня уже, как бы, была другая семья. У меня уже была другая дочь. У меня вообще и дочь. И сколько вы с ней в общей сложности прожили? Ну, 17 лет. О, да. Как она вас хорошенько взяла. Не, ну, я вот, я ее любил, наверное, я ей полностью доверял, да. Ну, как бы, ну, не было ничего. Я знаю, кукушка, классический вариант. Вот на таких добрых мир держится. Да, наверное. Скажите, пожалуйста, Максим, сейчас ваши дети уже все выросли, все взрослые? Ну, да. И вы хотите чего? Вам 48 лет, уже давайте ближе к знакомству с девчонками. Жену не курящую, сами курить. Почему не курящую? А я с ней брошу вместе. Ну, вот, точно. А я не курю и не пью. Поэтому вот точно мне надо выбирать. И он с тобой бросит. Вот смотрите, вы прожили все-таки 17 лет, несмотря на то, что мама была против, друзьям не нравилось. Изменила его. Все хорошо. Да, почему она повела себя так? Потому что любили, много ей позволяли. Ушла, осозналась в измене, вы ей простили, денег дали. Да. Какой благородный. Для меня. Ну, так получилось. Где же вы раньше были? Да. Так любили, что даже пошли... Я вам понравился. Что даже пошли к гадалке, да, голод мой? Да, походил, да. И гадалка что сказала? Ну, гадалка сказала, ну, так вот сложилось. Говорит, вашей вины-то, говорит, нету. Просто она встретила молодого, который ее окружил романтикой. Который, да, вот именно романтикой. Я не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы он снова начал доверять. Да, он приходил, да. У него очень серьезная травма. Максим, а что, прямо еще ребеночка хотите? Ну, возможно, если женщина будет... Тогда, значит, будем где-то родную искать. Да? Ну, нет, если вы хотите ребеночка. Не скажем так, ребенок, вы едите, это цель? Или вы, в принципе, допускаете это? Я, в принципе, допускаю это. Ну, вот, знаешь, молодую. А женщину с детьми возьмете? Ну, почему бы нет? А сколько? Ну, то есть вас это не пугает. Понятно, что... С четырьмя грудными. А что, есть сюда с четырьмя? Что, 48 лет, он только начинает жить. Мужчина в этом возрасте, у него второе дыхание открывается. Где будете жить? Задавай свои вопросы. Нет, нет, ну у него все в порядке, да, Витя? Да, да, звучит нам очень любопытно. Да, домик у вас, у вас машина хорошая. Ну, да, они живут. А у вас же дом два в одном, да? У вас прямо, вот я тоже мечтаю. Ну, мама живет, да, со мной в одном доме. Прямо дом два в одном. И мама здесь рядом. Ну, да. Ну, отдельно. Отдельный вход просто. Да, и вы тоже сам. Если что, можно прямо к маме в гости. Я так сейчас и делаю. Но живет дистанционно. Максим, а мамка до сих пор в вашу жизнь встревает? Советует, кто хорошая женщина, кто нехорошая? Да нет, почему нет. Вы что думаете, может, мамка ваша тоже такая девушка? Бывает. Которая, да, за сломы в карман не полезет. Бывает всякое, в общем-то, можно и так даже. Ну, 72 года же. То есть мамочка, что у нас была тут недавно, 70-летняя, на шпагат садилась, так хотела, в 70 лет танцевала так, а отжигала в стрингах. Я вас умоляю, называется. Блондинка. Так что... Видишь, как рассмеялся. Молодого, кстати, не хотела. Собо к себе возьмете жену? Ну, посмотрим. А где вы территориально? Ну, ближайшая, под Москвой. А есть все-таки какой-то порог возрастной для женщины там до и не выше? Ну, я думаю, до 46 вот так вот. Посмотри, правда, какой хороший мужчина. Очень приятно. Улыбка приятная, кстати. Позитивный, позитивный, позитивный. Мне так нравится, Максим, вы прямо такой хороший, внятный жених. Все сами озвучили. Значит, любит голубей. Значит, аллергии не должно быть как минимум. Да, 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 конечно, конечно. Ну, курящая, не курящая, любящая шумные компании. Ну, если будет там радость, еще ребеночка родит. Ну, да, правильно. Ты с мамой так, чтобы подружилась. Вот, вот, самое крайнее. То есть та, которая скажет, я твоим голубям-то бошки отрываю. То есть такая нет, нет? Ну, мне кажется, как раз такая. Да, мне вот тоже. Ну, она же не отрубала? Нет. История у нас сегодня хорошая, красивая. Мне кажется, только человек вот какой-то удивительной души может любить голубей. Да, вы какие-то особенные, вот, редкая порода мужская, вот, у которого остались вот эти вот пацанские, еще какие-то страсти. Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня встретили женщину добрую, хорошую, но не добренькую и не тихую, а вот просто такого хорошего человека, который станет вам подругой прежде всего. Спасибо. Вообще, ты знаешь, Ларис, страсть голубяма – это такая невысказанная страсть по свободе мужчины. Потому что птицы – это вообще существа вольные. Если мужчина выбирает себе, ну, скажем так, тотемическое животное фактически и отдает много времени какому-то классу животных, которые он очень уважает, всегда за этим что-то стоит. Вот для вас за этим точно стоит водолейская натура, очень воздушный гороскоп. Хочется свободы, хочется расправить крылья, хочется, чтобы не было каких-то ограничений. У меня мой муж просто водолей, второй муж, и я уже знаю, что такое водолей, что их ни в коем случае нельзя ущемлять ни в чем. Мы сегодня будем присматриваться к невестам умным, потому что ваша будущая жена должна все-таки учитывать ваши пожелания, ваши интересы и точно стоять в стороне, не запрещать вам их, вот эту самую свободу давать. Но мы будем смотреть сегодня еще и какие-то темические животные у каждой из женщин есть. Ну то есть вот символически какое животное близко каждое из женщин есть. А если я собачница? А у меня есть и собака фактика. Это внутренний затаенный страх и боязнь агрессии. А если человек никаких животных, птиц, просто ничего не хочет в доме иметь? А ты, значит, идеально. Обратите внимание на его друзей. Они тоже такие добрые, да, Стасия? Да, серьезные такие, спокойные. Ты не обратила внимания на его друзей. Очень спокойные и добрые друзья. Да, 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 я тоже посмотрела. Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Максим. Меня зовут Елена. Спасибо, очень приятно. Вы знаете, вот говорят, что девушка ищет себе подобие отца. Не знаю, может быть, это совпадение, но мой отец тоже разводил голуби, как и вы. Вот, поэтому я думаю, что мы пообщаемся, поближе узнаем друг друга. И, может быть, найдем общую тему. Курлык, курлык. Ага, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Елена, 38 лет. Риэлтор в крупном агентстве недвижимости, увлекается рыбалкой и может часами сидеть с удочкой у воды. Мечтает о доме в Подмосковье. Елена попала в любовный четырехугольник, из которого еле выбралась. Надеется, что для Максима она всегда будет единственной. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Елена, я, конечно, про любовный треугольник слышала и не раз, но вот четырехугольник первый раз. Как вам удалось в этот квадрат-то попасть? Рассказывайте. Ну, вы знаете, когда приехала в Москву в 20 лет, снимала у супружеской пары комнату. Ну и оказалось, что у женщин был любовник. А как вы узнали? Она не скрывала от вас? Она не скрывала. Ее супруг его принимал как друга. Ну, он, наверное, не знал, что... Знал. Да, ну, навряд ли. А вы работали у них в доме, да? Нет, нет, нет. Я у них просто снимала комнату, проживала. Ну, поначалу, конечно, работала в ресторане официанткой. Но она не считала нужным, кто вы ей такая, что перед вами напрягаться, скрывать, есть у нее любовника или нет. Да, она считала, что мне все равно, как бы, да и мне, да я тогда и не смотрела в его сторону. Ну, естественно. А потом, когда он стал уже проявлять мне знаки внимания, я подумала, почему бы и нет. Он как-то грустно свою историю рассказывает. Он улыбается, она ему понравилась. В тот момент он мне просто пообещал золотые горы, вот, что я тебе и пропишу, и регистрацию, вот, ты молодая, тебе там нужно учиться, и попроще будет. Сколько лет назад это было? Это было в 2008-м. То есть вы без любви, вот, просто был такой вот сбор. Нет, ну, почему без любви? Не без любви, он мне был интересен, я его уважала. Вот. То есть мужчина, который спал с женщиной, замужней. Да, ну, он неплохой человек был. А вы говорите, он сказал, ты молодая, вам уже было 35 лет к тому времени, он был серьезно старше вас? На 30. Понятно. Ну, мне кажется, если ты выйдешь, он прям, у него другое будет выражение. Да, я прям уже это вижу. А то это женщина для чего? Она была старше его. А сколько ей это было? На 10 лет она была. Какая веселая старушка. То есть 80 лет? Опа. Ей было практически 80, что ли? Ну, да. 70, а я думаю. Нет, ему 60, вот, было. Мама! Мама! А ты, сеть, у тебя давление. Какое давление? Русская девушка. Хорошая девушка. Хорошая. Приятная. Приятная девушка, да. Приятная девушка, да. Как бы слово конкурентка я не могу сказать. Лена, и вы за него вышли замуж, несмотря на то, что буквально перед свадьбой выяснилось, что он к рюмочке неравнодушен, да, что он начинал алтоголик? Да, но я тогда не знала, что он был все время это закодирован. Вот как-то все это так преподносилось. Интеллигентный, нормальный мужчина. Вот. А за день до свадьбы он раскодировался, раскодировался так, что было весело всем. Ну, вы несмотря на то, что все равно с ним расписались. Да, но потом, опять же, благодаря этой женщине, с которой он жил, мы старались... У него еще жилья не было? Нет. С кем он жил, вы говорите? Вот это вот любовница. А она на вас не обида, не ничего? Конечно, обида, как так-то. Тут квартира из-под носа ушла. Ну, что ж такое-то? Как это квартира? Она, вы хотите сказать, будучи замужем, раскидывала еще и на квартиру по наследству от него, что ли? Естественно, он один был. Короче, это была не веселая старушка, а заботливая хозяйка. Она все в дом, все в дом. Да, да. Ну, зря в квартире пропадать. То есть она готова быть даже в чем-то лекарем для человека. Это тоже немаловажно. Помочь. Помочь, да, в темностричь. Это тоже очень хорошее качество для человека, что для мужчины, что для женщины. Да, на момент для женщины. И вы все-таки выходите с него? Ну, я решила зацепиться и пожалела. Потом дочку перевезли. У меня хватило на 4 года. Ну, дочку перевезли сюда. По его же просьбе. Я не выдержала столько выпить. Я просто, если плавно там выпил, лег спать. А то и цеплялся, и, ну, весело было, в общем. И руку поднимал. Ну, конечно, супружеский долг. Вы же выходили замуж за него. Это обязывает все-таки делить с ним постель. Нет, я не говорю о супружеском долге. Я говорю о том, что я вот работала в ресторане поваром, да, и я прихожу на работу в 7 утра, и прихожу с работы в 12 ночи. Ресторан через дорогу от дома. Я прихожу домой, и мне высказывание. А ты такая пересекает, ты со всеми там переспала, почему-то так поздно пришла. И это еще продолжается часа два. Да не говорите, деньги зарабатывала. И вы с ним разводитесь, да? Да, мы с ним разводимся, но перед разводом... А перед разводом он сказал, пропиши ребенка. Нет, я хочу признать, я хочу удочерить, но так как дочь у меня была, с моих слов записана на мою фамилию... А сколько дочери? 9 лет, тогда было, сейчас уже 21. 9 лет был девушке, он говорит, я ее хочу удочерить, потому что... У ребенка должна быть своя полноценная семья, у нее должен быть отец, и я хочу ей оставить квартиру. И удочерил? Да. Признал отцовство. И вы все равно расстались с ним? Да, я его предупреждала, что эту семью не сохранит. Мое терпение... И вы расстались с ним? Да. И он женился на своей липуннице. А ему, мне кажется, нужна такая вот в душе девочка-зажигалочка, чтобы он такой, ох, вот так прям радовался, глядя на нее. И на рыбалку. И когда он скончался, выяснилось, что он квартиру... За день до смерти подписал завещание на сиделку. И сейчас у нас судебное разбирательство. Почему? Чтобы опровергнуть это завещание, он был недееспособным. И у нас есть свидетели, что на него было оказано давление в процессе подписания многих документов. То есть вы считаете, что на квартиру имеет право ваша дочь? Да, полное право. Вы от него ушли последние часы, из-за него судно, извините, выносило, сиделка. Лекарства покупала ему, сиделка. Я полностью согласна с этим. И что это вдруг ваше? Дело в том, что когда я просила эту женщину, чтобы она за ним ухаживала, он к ней... Ну, все-таки, когда мы развелись, у него на меня обида осталась. Я пыталась за ним ухаживать, но это превратилось еще в больший кошмар. Вот, поэтому я попросила эту женщину... Он даже написал или завещание? Завещание. Она такая, что она... Действительно там... Коняна с какой остановит? Вот ему не вот это нужно как раз-таки. Как там говорят? Горячую избу... Ну, слабеньше, конечно. Нет, я имею в виду, в горящую избу войдет. Коняна с какой остановит? Лен, вот смотрите, вот с самого начала, когда начинаются, ну, так сказать, отношения нечестные, вот всегда получается вот такая фигня. Понимаете, та сиделка имеет право обвинить вас. Вот если бы она сейчас сидела рядом, то есть она бы говорила, вот приехала, вот это вот, заморочила голову этому... Молодому... Алкоголику, да, он почему-то пообещал. Я не знала, что он алкоголик. Ну, хорошо, вы же знали, что перед свадьбой все равно вышли замуж, потому что хотели прописку в квартиру и так далее. Понимаете, у каждого в этой нечестой, нечистой истории своя правда, вот поэтому так. Ну, девочка посторонняя ему, как она выиграет суд? А у вас тестик какой-то есть, да? В смысле? А чего голубей-то принесли? Покормить. А, покормить, да. millions на generate. Да. Тестируете он невесту. Ну, сейчас оттестирую. Они там где-то и заснули уже, а их сейчас кормить будут. Интересно, а все три будут невесты кормить? Давайте вот ему подносят, чтобы он... У меня руки дрожат. Голи-коли-коли. Что-то испугались они. Голи-коли-коли-коли-коли-коль-коли-коли-коли-коли-коли-коли-коли. Пожалуйста. Голуби, они такие интересные, вот даже вот когда зерно бросаешь, они прям на лету хватают, не только, даже могут. Ешь, хорошая мальчика. Уже ж понятно, что они есть, не будут. Хорошая мальчика. Они стесняются. Посмотри, отворачиваются. Отворачиваются, они хотят. Они на камеру не позже. Роза, Роза сейчас точно накормит. Не хотят они, у них этот стресс психологический. Видимо, да. Ну, вы, ну, вы. Или женщина не очень. Да. Или женщины. Да. Женщины не очень. Хорошо, Лена, последний вопрос. А вообще принципы какие-то в жизни есть? Вот, например, не рожает женатого, не берет чужое, ну, вот какие-то вот. Каждый из нас имеет право совершать свои ошибки, главное их не повторять. Вот, и учиться делать выводы, не наступать на одни и те же грабли повторно. Ну, это хорошо, что не нужно наступать на грабли, но иногда все равно получается, наверное. В порыве чувств. Да, да. А мне будет понятно все, если я посмотрю на сюрприз. Пожалуйста, скажите. Сейчас сюрприз посмотрим. Давайте. Сюрприз, это интересно. Какой интересный сюрприз. Девочки, потанцуем? Людка, Людка. А невеста где? А невеста сидит. Ой, танцуют. Ручьёк танцуют. Зазорный. Ой, молодцы. Красота. Спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Прекрасный сюрприз, прекрасная игра, ручьёк, прекрасные... А это ж к фильме также было. Да, конечно. Я не забуду этого никогда. Бабшур. Да он же тебе похоронит. Спасибо. Ну, молодец. Ромочка. Ну что, парни, как вам пираньюшка? Ничего, смотрю, с собой вроде хороша. Так, ну, раздевелась. Я на проблему смотрю. Я считаю, что на чужой коровать рот не раздевать. Ну, для того, чтобы так судить, нужно было знать ситуацию. Я так думаю, что там была, конечно, операция по поводу... Возьмём-ка мы эдакого дурачка на 30 лет себя старше для того, чтобы выжить. Я не считаю, что все средства хороши и что все средства подходят. Я считаю, что это характеризует людей. Мне было бы опасно. Мне нравятся более такие отношения, ну, чистоплотные. И сейчас квартира, это не имеет отношения ни к ней, ни к её дочери. Роза, а ты что скажешь? А вот я сейчас скажу. А вот тесты, что это обозначало? Что? Ну, и что хотели проверить, покормить? Покормить просто, ну, как бы... Испугается, не испугается, да? Ну, да, испугается там, не испугается. А то есть они к хорошим идут, что ли? Нет, нет. Во-первых, как вот женщины относятся? Некоторые просто боизгуют, допустим, да, вот... Ну, потрогать, погладить, там, покормить. Ага. Ну, как бы соотношится? То есть если она не побрезгует, значит... Ну, да. Тест прошла? Ну, да, в принципе, да. Хотя первая моя мысль, вот, нахадили, там все и воняет еще. Я думаю, ну, надо лицо-то сохранить-то, в общем-то, это... Ну, давай не про голубей, давай все-таки будем про Елену. Да что с Еленой? Понятно все с Еленой. Вообще он тебе нравится или нет? Интересный мужчина. Очень интересный мужчина. А вот если за тобой произойдет он, ты выйдешь с ним? Я думаю, да, у нас с ним будет, что исправить в жизни, что ему, что мне. А что звезды, Василиса? Кстати, у тебя платье сегодня такое все звездное. Звездное, да. Елена считает себя стрельцом, хотя является скорпионом, конечно. В той местности, где она родилась, еще целые сутки солнце не входило в знак стрельца. И она родилась в 19-й лунный день... Селец или стрелец? Нет, она считает себя стрельцом, а родилась скорпионом, на самом деле. Скорпиона она самый настоящий. Вот. И именно у людей, родившихся под знаком скорпиона, еще и в 19-й лунный день, их животное, вот их тотемическое животное, это паук. Тут, конечно, пугаться не надо, но это говорит о том, что, с одной стороны, человеку для того, чтобы добиться счастья в жизни, нужно быть трудолюбивым, потому что паук – это такой классический символ трудолюбия. Сидит себе и плетет что-то, тихо, без всяких амбиций, делает свое дело. Но одновременно паук – это и символ власти, и желание опутать окружающих, желание тайно, подспудно властвовать. Вот в ней это, конечно, все есть. Если вас это не испугает, почему нет? Вперед. Вот. Это про меня, да, и трудолюбивая. И, по крайней мере, не сяду на шею, и не буду бухать, и, извиняюсь, спать со всеми подряд. Слешивать ножки. Наоборот, буду создавать уют. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут наш жених встретится со второй невестой. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас с Идем Максим. Встречайте вторую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, мужчина. Здравствуйте. Мужчин много умных, но мало добрых. Я надеюсь, что у вас сочетаются оба этих качества. Пойдемте знакомиться. Спасибо большое. Пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Галина, 48 лет. По образованию экономист временно не работает. Занимается внуком, читает классику и выращивает цветы. Предупреждает, что не переносит храп. Мечтает много путешествовать. Узнав об измене мужа, Галина сразу же подала на развод, а потом еще долго делила с ним нажитое имущество. Надеется, что Максим надежный мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Галиночка. Ну, как-то глядя на вас, не очень могу себе представить, что вы бьетесь насмерть за имущество. Да, дело в том, что это имущество, по сути дела, принадлежало не мне, а моим родителям. Родители приобрели квартиру... Ой, расскажите, что не страшно. ...когда я была в браке. И потом мы решили перевозить родителей еще из райцентра тоже в город. А где все это дело происходило? Это было в Омске. Ну, так как не позволяли средства сразу приобрести для них квартиру, кредиты оформила на себя, и квартиру записали, естественно, на меня. Приятная, да? Да, встроенная такая, да, фигурка какая хорошая для ее возраста вообще класса. Вот вы, он вам изменил, вы с ним разводитесь, он собирает вещи и уходит? Да, получается так. И он мне говорит, что теперь я тебя буду наказывать, раз ты со мной разводишься. Ну, развелась почему? Потому что дочь мне сказала, мама, я не могу больше смотреть, как ты себя ведешь с ним, и как он безобразно тебя ведет. А вы узнали об измене, прочитав, ну, как это заводится, смс, когда он был в ванной, да? Ну, мне принесла телефон дочь. Отпираться он не стал, он сказал, да, ты сама виновата. В чем я виновата, он так и не объяснил. Вы уж не ласковые были. Нет, такого не было. Интересно. Почему хорошим женщинам мужья изменяют? Вы с ним разводитесь, он собирает вещи и уходит? Статистика. Пути Господня неспобедима. И он сказал, что будет наказывать вас как? Разделом имущества получается так. А что, он там был прописан, у него была часть собственности или что? Нет, просто наши законы, если приобретено имущество в браке, все делится пополам. И когда вы стали его к совести призывать, он сказал, зачем же я тебе буду это сейчас отдавать? У меня так все хорошо получается, да? Да, получилось так, что папа его пригласил в райцентр, сказал, что не трогай, пожалуйста, квартиры в городе, вот забери наш дом на земле. Он сказал, извините, у меня так все хорошо получается, я не могу остановиться. Я и дом заберу, и квартиру тоже. Подонок. К сожалению, так. Мужчина изменил, а жена, расплачивайся, забирай у нее квартиру, делай раздел имущества. Вы все, по-советски, люди доверчивые, безграмотные и глупые. Как же ему, можно еще часа два сейчас здесь сидеть и стенать, как же ему не стыдно? В результате, вместо трехкомнатной квартиры вы сейчас живете? У меня в Омске была двухкомнатная, я себе оставила, у дочери тоже, и получается так, что мы продали квартиры и переехали сюда в Москву. Купили здесь двухкомнатную. А родители? Родители, к сожалению, после судов не стало. Не выдержали, да, все это? Да. И первая героиня с такими интересными квартирными вопросами. Да. И вторая. Только первая свое хочет забрать, вторая хочет, вторая осталась ни с чем. Вот сплошные квартирные вопросы. А тебе длить нечего, у тебя своя квартира. Да, да. Я прямо, вы знаете, вам сочувствую, вы хороший человек, хорошая женщина. А давайте думать так, что вы от чего-то очень плохого откупились. Что вы этому плохому человеку заплатили за что-то. Да ему было здоровья, счастья и всего, что ли. Да, ему было откупились, поэтому... Не здоровья не надо, счастья тоже. Поэтому, если где-то в одном месте убыло, то в другом, может быть, с Максимом. Я считаю, что вы не зря пришли к нам на программу. Может быть, всё будет хорошо. А вот так, если хотим один провести, у меня в связи с этим вопрос, Галочка. У вас аллергии на что? Ну, практически на всё. На будки. На собачка. У нас он собачка в будке живёт, да? Галочка, у меня тоже аллергия на собак, на кошек. На перо, вот на этой птице. Я задыхаюсь. Мне физически нехорошо. Поэтому даже в угоду мужчине здоровье, наверное, всегда не стоит. Если мужчина вас полюбит, он пойдёт вам навстречу. Понимаете? Так что, будем проходить тесты или не будем? Будем. А, ты же опять кормить. Интересно, а покушают? Ну, уже проголодались, наверное, уже покушают. Вот вы возьмите руки и... Давайте. Да. И послушайте, как у неё бьётся сердце. И умрите. Уместо себе сердце. Другие. Да, девушка кормила. Другая в руки. А я хочу, чтобы водички. Да, да, да. Конечно, он боится. Чужой человек, чужие руки. Боже мой. А, нет, он не... Ой, какой хороший. Стучит. Стучит? Стучит. Ну, так же у меня вот будет биться сердце, как у него. Усачек, а сейчас будет. Галочка, а вы что приготовили для нашего жениха? У меня тоже есть подарок. Давайте, дарите. Максим, у меня подарок. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё два. Пара голубей. Пожалуйста, пройдите, возьмите. А вы прям можете, да, на скидку сказать, что за породы? Конечно. И что это? Это чехи белые. Смотри, такие же. Ой, ты как поделаешь. Глаза с большими глазами, да. Красивые такие. Не обижайте голубей. Их оперенье белоснежно. Их воркование безмятежно. Не обижайте голубей. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. И пусть вас тоже, галочка, никто не обижает, поэтому проходите в свою комнату. Спасибо вам большое, если не точно не забудьте. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Так он мне понравился, а тебе как? Очень хороший. Хороший мужчина. А вот вам такой подарок интересный. Вы всё-таки профессионал в этом отношении. Вот эти голуби вам, они как бы... Ну, понимаешь, что вы подарок приняли? Ну, они не профессиональные голуби. Никак аллергия не пошла? Ничего. Да нет. Нормально всё. Я же таблетку выпила. Ты подготовилась. Мне понравилась Галя. Я бы хотела, чтобы она была счастлива. И вы мне нравитесь, Максим. Поэтому не делайте поспешных решений. А звёзды? У Галя родилась 23-й лунный день. Символ дня крокодил. Нужно оттачивать зубы себе, отращивать зубы. Все люди, у которых в гороскопе проявлена оппозиция девы-рыбы, это те люди, которые считают, что, в принципе, всё само должно сложиться прекрасно, всё само сложится хорошо, не нужно предпринять никаких усилий, они оказываются перед внешними жёсткими событиями безоружными. Вот прямо правильно говоришь? Вот, идёт прямо на смерть. Да. У неё аллергия? Она говорит, нет, вот пока не помру, всё равно пойду навстречу. Ну что это? Ну у нас ещё есть одна женщина, которая очень хочет с вами познакомиться. Пойдёте? Ну, неужели, конечно. Ну так проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Я Татьяна. Вы знаете, среди людей и животных очень часто у них встречаются элементы хитрости. А вот у ваших голубей нету хитрости, они бесхитростные создания. Я думаю, вы меня полюбите, потому что я тоже бесхитростная. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот такой вам презент. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Есть такая примета. Спасибо большое. Когда в доме появляется лишняя подушка, то значит в этом доме появится хороший человек. Желаю вам от всего сердца найти вторую половинку, такую, какую вы мечтаете. Спасибо. Спасибо. Спасибо, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна, 38 лет. Воспитатель в детском саду. Увлекается танцами, квилингом, хорошо готовит и любит порядок в доме. Гордится своей естественной красотой и мечтает о полноценной семье. Татьяна простила возлюбленному измену, но жить с ним, как раньше, не смогла. Надеется, что Максим способен на голубинную верность. АПЛОДИСМЕНТЫ Танечка, вы гордитесь своей природной красотой. То есть вы ничего не делали, в отличие от Розы? Да. Ничего сюда не... Нет, ничего, нигде. Вообще никогда, да. Да? Все свое естественное. То есть 8 лет, а если через пару годков или через 10 лет нож хирурга... Ну, через пару годков, через 10 лет видно будет. Время покажет. А пока нет. Не хотелось, не хочется. А волосики-то мы перекрашивали. Волосики перекрашиваем, да. Бывает, разными цветами ходила. Я нормально отношусь ко всем людям, как бы, мне нет такого, что я к чему-то завидую, что еще. Но вот так, честно, я почему-то считаю, что ты будешь подходить. Таня, а как вы узнали про измену своего возлюбленного? Он сам вам об этом сказал? Ну, вначале как-то вот появились такие холодные отношения. А потом так обстоятельства сложились, что в 2 часа ночи пришла смс-ка и что-то подтолкнуло ее прочитать, пока он был в душе. Я прочитала, и там были слова. Спокойной ночи, любимой. Естественно, бросила в жар. Когда он вышел, стала спрашивать. Ну, и он, честно, откровенно рассказал, что да, есть. Да, вот в Москве есть любовница, к которой он ездит, как оказалось. Моложе? Я не спрашивала возраст. Да, не знаю. Как оказалось, что он с ней даже отпуск проводил, который вот был месяца 2-3 назад. Ездил с ней там в дом отдыха, и там вот был с ней. Ой, девочки. Ну, я не хочу обидеть, но... Нет, обидеть никого, конечно, не нужно. Вот когда вы эту правду узнали, почему не расстались? Расстались, ушла. Ушла. Даже убежала этой же ночью в 3 часа. Но в 3 часа ночи уже ни такси, ничего не могла поймать. Вернула обратно, утром ушла. Собрала все вещи, ушла. Все. Он стал приходить домой, как бы, ко мне постоянно звонить, просить прощения, вернуться, что все будет по-старому. Простили, вернулись? Да, да. Да, решила простить, любила. Надолго выхватило? Нет, буквально, наверное, на месяц. И ближайший буквально Новый год, и он уезжает прямо в Новый год опять в Москву. И опять, конечно же, к ней, потому что он обещал позвонить на Новый год, поздравить в новогоднюю ночь именно. А вы муж и жена были? Нет, гражданским браком жили. А вы заметили, девочки, что все три невесты сегодня разноволосы? Да. Я уже сказала. Танечка, но у вас еще и ребенок. Да, ребенок. А ребенок от мужа? Да. Он был садистом, распускал руки, да? Да, да, было такое, как бы, поэтому вот... Буквально сразу после, да, после того, как вы с ним садились? Да, получилось так, что мы поженились, через три недели мы должны были ехать на море, отдыхать. Ну, и он, как бы, перед тем, как ехать, он хорошенько принял. Еле-еле, как бы, привела его в чувства, потому что билеты, потому что мы с собой брали, как бы, ну, решили взять мою крестную девочку, чтобы она отдохнула. Ну, я очень люблю детей, и вот, как бы, решили ей сделать приятное такое. И было жалко и ребенка, и, как бы, хотелось все-таки поехать на море. Ну, еле-еле привела его в чувства. Вот, на море мы, конечно, съездили, там он, вроде бы, просил прощения, что никогда он пить не будет, никогда это не повторится, но стоило только приехать обратно, и все началось по-новому, он начал пить. Что ж мы все три такие-то, а, несчастные, они вот... Какие-то нам алкаши покладывались. Может, мы не в той очереди с ними стояли все вместе. Своим счастьем. Своим счастьем. А он общался, вспомогал? Нет, не общался, никогда не приходил, никогда даже не хотел этого. И, как сказала свекровь, а это не наш ребенок. А было, как бы, обидно то, что зашла, когда вот смотреть на своего ребенка. И вот, вы знаете, на столе лежит мой муж маленький, один в один копия. Скажите, вам нравится Максим с его увлечениями, с этим? Ну, да. Да, мне кажется, он добрый человек очень. Такое ощущение, что я где-то видел. Вот, а я тебе про что здесь вечером говорю. Я не могу никак понять, где. Либо он на кого-то похож, либо действительно... Наверное, он на кого-то похож, потому что видеть ему никак, нигде его не могли. Нет, почему не могли? Земля круглая. Да. Есть какие-то друг к другу вопросы? Скажите, Максим, вот спорт, ну, я знаю, что все мужчины любят спорт, как бы, а какие вам больше нравятся соревнования, командные или индивидуальные? Ну, командные, наверное. А вы ему спросите, на какой стороне кровать вы спать любите, справа или слева? Вы как спите? Я на спине. А это имеет значение. А знаешь, как имеет. Вот я сплю с краю. А, а я посередине кровати. Ну, а он середине кровати, и как, и как? А вы с какой стороны? Большую кровать надо заказывать, и вся проблема. А вот сколько комнат в вашем доме? Ну, достаточно. Нет, нет, я к тому, что детская, наверное, нужна, если ребенка-то. Или как, ребенка отдельно будет жить? Вот про какие вопросы-то я говорю. Ну, он уже взрослый. А вы совали с жаворнок? Я? Да. С каё с жаворнок? Кстати, даже вопрос он задал. Да, мы растерялись что-то все. Это аллергия. Нет, а у нас никто не спросил. А будете тестироваться голубями? Конечно. Наверное, может быть, мы воду попьем? Неа. Никакой. У меня подруга выходила замуж. И мы все этих голубей погладили, все с ними пофотографировались. Это же, ну, я не знаю, птица мира. Тогда вы идите туда, чтобы не таскать голубей, бедных. Да, просто. А вы на стол поставьте. Распотушились. А жили? Я где-то видела его. Может, попоить голубя? Ты мой сладкий. Взять, так пробую набрать воды? Да, давайте попробуем. Я как раз и думала об этом. Сейчас, на мидар. Класс. Попьем? Давай попробуем. Да, попробуйте. О-о-о, пьет. Молодец, Жаню. Я ибо испачкала. Пьет. Сжать не даете, хоть попью. Первый раз. Сюрприз есть? Конечно. Так аж ее тестировали только. Дорогая моя, показывайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ Окрутила, окрутила, захомутала, смотри. Ну, надеюсь, не в последний. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Затейница. Девчонки, берите цветы. Спасибо еще раз. Класс. Мне понравился. Он такой стеснительный, оказывается, когда танцевали, он даже боялся. Ну, что скажете о Татьяне? Что скажете? Ну, смотри, воду пьет, аллергии нету, проблем нету, веселая. Любит отдыхать. Смотри, как тебе по нраву. А не боитесь, что она его так закружит до полусмерти? Да пусть кружит. Смотри, они все за тебя. Ну, я знаю, что мужчины любят таких женщин. Таких незамороченных, необремененных, легкая, не огрызается. Хороший нрав. Женец на характере и выходит замуж за характер. А вам понравилось? Да, мне понравилось, Татьяна. Максим? Максим? Ну, даже надо подумать. Абэстет? Что значит? Ну, каких вы женщин любите? Естественной красоты или тюнингованной? Тюнингованной. Может, я Трая Захаровна. Абсолютно. Ну, нравятся простые женщины. Вот совсем без комплексов. Вот такие вот простые веселушки. Да лучше тюнингованной, наверное. Ну, знаете, с вашей комплекцией я бы особенно не выбирала. Ну, почему? Мужчина здоровый, в свои годы хорошо выглядит. Не мальчик. Лишнего ничего нет. Просто здоровый такой мужик. Вы что, нравится тюнингованной? Хороший человек должно быть много. Ну, мне кажется, вы делаете себе комплимент. Я скажу так. Не настолько. Я похудею. Я уже похудею. Я не люблю, когда оскорбляют женщин. Честно хочу сказать. Мужчины очень часто живут по двойным стандартам. Конечно. Но, по крайней мере, я в этом увидела. Лучше бы она была другая. Это еще, слава богу, что здесь Александра Васильева нет, который не рассказал ей, что нужно носить корректирующее белье под трикотажное платьице. Понимаешь? И когда у тебя под сороковник, по поводу длины и чулочек. Поэтому не надо. Я больше всего всегда ждала, что же она про меня скажет. Это как интересно было. Хорошая женщина, но она посмотрит на себя со стороны и скажет, да, что-то я переборщила из длиной платья. И с фасоном. И с фасоном, да. И, в общем, белишко-то нужно носить под такие платьишки. Ничего. Вот Роза сидит, мне говорит, она говорит, я вся там, типа, в комплексах. Оттуда вколола, оттуда отрезала, понимаешь? А вот тут пришла без комплексов и завтра замуж вышла. Вот так что девчонки вечно. Потому что действительно легкий нрав воздушный. А еще у Татьяны, ее животное, ее символ лунного дня рождения, это кит. Точнее, хватающая пасть. Вот пасть, которая хватает все без разбору, которая, в принципе, жадно поглощает впечатление от жизни, что-то новую информацию. Ей это нужно для того, чтобы быть счастливой. Другое дело, что в эту пасть сразу как-то попадают, в том числе и мужчины. И не всегда мужчины правильные. Мне кажется, что она все делала правильно с точки зрения завоевания вас. Активность была на сцене потрясающая. Но зачем она так за вас бьется? Ну и правильно говорят. Ну да. Их трое боролись за нашего Максима. Так, скажи, что-то у тебя характер портится. Нет, я не понимаю, почему они так рассыпают перед Максимом бисер. Потому что ты замужем, а она нет. Вот они рассыпают бисером. Ну ладно. Роза, она прям может ее ударить. Зу-зу-зу-зу-зу-зу. Парни, короче, вы пока совещайтесь, в какую комнату пойдет ваш друг. А мы на несколько минут идем на рекламу. Оставайтесь с нами, через пару минут встретимся. АПЛОДИСМЕНТЫ Первая проблема, а во второй аллергия. Вот в чем проблема. Давайте пойдем туда, в четвертую комнату. Как скажешь, так и будет. Нет, ну ты бы сам пошел, а ты? Максим, мы у тебя спрашиваем, может тебе нравится, не нравится. Не нравится, все, мы тебя поддерживаем. Друзья мои, вы решили, кто из этих троих прелестниц самая лучшая, подходящая для вашего друга? Кто? Мы решили. Что? Что никого. Никого не советуете? Друзья решили. Мы решили. Мы решили. Они решили. Что никого. А вам, Максим? Что-то я как-то... Никто не произвел впечатления? Не произвели, да. А вот Галина. Галина. Что пугает аллергия. Галина, да. Да, вот как бы, ну, все-таки это как-то у меня какое-то сложилось уже, определенное там устой, да, как-то вот. Все это менять. Поняла. Я же сказала, что он уже закоренелый холостяк. Ему не нужен никто. Ему нужны голуби и собака. А Татьяна веселая, легкая? Татьяна веселая, но... Вам младше? Для семейной жизни все-таки... Что? Так сразу. Вот на душу не легла ни одна из претендентов. Роза. Ой, ну, я вот уже все повидала. Уже и сама всем и рассказываю, говорю. Но вот когда мужчина вот солидарна с Василисой, когда такие все-таки каждая по-своему хороша, вы отказываете. Ну, правда, хочется вам напоить. Ну, на себя-то, ребята, посмотрите, а. Ну, даже я тюнингованная, понимаете? Вот я задаю себе вопрос, Максим, ну, по-честному. Ну, вот как Лариса любит говорить, замените расстрелом. Ну, вот ни одной причины я для себя даже в свои 52, ну, не вижу. Ну, почему я должна за вами ухаживать, терпеть этих голубей там, ну, любите вы их это. Ну, за вами же ухаживать надо. Я вижу, что вот он хотел, чтобы моделей три сюда вышли, знаешь, сейчас такой поход. А можно всех посмотреть. Вы что, журналы насмотрели? Знаете, что я хочу тебе сказать, Роза, ну, жизнь, да, несправедливая. Мужчины до 80 лет женихеют. А потом они к нам вот такие вот приходят, Ларис. Нет, Роза, так случилось. Что бы ты сейчас ни говорила, как бы ты не воспитывала мужчин, у них совершенно другая точка отчета, и у них совершенно другое мнение о себе. Любой мужчина востребован. Любой найдет себе женщину ту, которую ты хочешь. Данечка такая хорошая. И что, и похудеть можно, я и научу, и тюнинг расскажу, как надо делать. У женщин проблемы, у мужчин проблем нет. Поэтому имейте право, чувствуйте в себе еще силы, можете еще гулять и гулять. У вас в запасе еще лет 30. И как раз до старости лет собака с голубями, в общем-то, как вариант. Будет кому в клювике в воду принести. Я чувствую, что Максим, если никого сегодня не выберет, не будет гулять. Он будет и дальше одинокий продолжать храпеть в своей голубятне. По ночам. И уже вам не так весело станет, мне кажется. Они вам стаканчик не поднесут. Я вам советую все-таки рассмотреть кандидатуру Татьяны. Она и моложе всех, и она по темпераменту воздушному вам подойдет больше всех. И ограничивать вас не будет. Я думаю, у вас было время. Вы подумали, передумали. Пожалуйста, три невесты и свободная комната. Проходите. Наши будущие герои ждут ваших откликов. Отправляйте СМС их номером по телефону 4151. Ольга, 35 лет, номер 3479. Начинающая певица. Увлекается эзотерикой, йогой, духовными практиками и восточной философией. Хочет встретить уверенного в себе интеллектуала с чувством юмора. Элина, 25 лет, номер 3480. Стюардесса. Считает себя открытым человеком и хорошей хозяйкой. Любит готовить и путешествовать. Подарит заботу и ласку харизматичному спортивному парню с сильным характером. Мы не знаем, выйдет Максим один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Сегодня у нас нет пары. Если вы тоже одиноки, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс их номером по телефону 4151. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Спасибо. Я просто задала вопрос, а ты меня вообще любишь? На что он ответил нет. Сразу налил мне кучу валерьянки. И наутро сказал, вещи твои собраны. Гуляй. Сначала она скрывала это. Потом уже она начала ходить по клубам, выпивать, но сначала это казалось нормой. Просто приковать к батарее наручниками, которые висят сейчас в ушах у вашей подруги. Вы сюда пришли не за материальным благополучием. Вам нужен действительно наставник, учитель и человек моральный и нравственный. Ты бы разрешил мне сниматься в нижнем белье на рекламу? Я бы при одном условии разрешил, если бы я бы тебя снимал. Понятно, что ему хочется, на сцену работать не хочется. Понял я, что нас с тобой повенчает под луной небо нежно.